Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать! 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 Махерон! Эй ты, блин! Я думал, что они в арку Red Bull заедут, а маршрут продолжается Все по точкам Или не продолжается, они будут еще круг делать Сейчас посмотрим, самому интересно Въедут они в арку или нет Давай, давай! А уже все Вер, 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 вер Кто там уехал? Ага, 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 ага Я смотрю там и джипы ездят Надо лучше туда, наверное, расходить О, класс уже посерьезнее, чем квадроциклы Чем много, что-то хватит Субтитры сделал DimaTorzok Навстречу мне едут баги Которые едут в сторону стадиона Оскол Иду по местности, считаю, что степь Не, ну вот, серьезно, не понимаю Но вот как здесь можно хоть что-то сажать? Ну, смотрите, опять женщина Видите, вот огороды Лучок растет Женщина, он что-то сажает Ну вот как Там стадион Там он, в ту сторону Железная дорога Остановка Кула-Говка Чушь, эти участники Байбак Трофи Ралли-рейда не едут О, пошел запах Это отстройники Так было бы круто, если бы кто-то Ехал бы сюда Прямо в говнецо По-моему, мне надо идти в сторону двуречной Ну, еще тут ракушки А он и едут Баги Правильно, они едут в сторону двуречной А я тут возле астроников шастаю Не пойми зачем Я сейчас ужачий, что-то ничего не понял Поехали в сторону Железной дороги Еще в ускоренном темпе Сука, куда ехать? Ой, блин А, это им, блин, стойник Надо кругом объехать, или что? А, не Я так понял, что они едут Из двуречной Кто-то на стадион, а кто-то туда дальше В сторону ЖД Ладно, пойду в сторону кулаговки Вот, двадцать участников Час старта, видите Так что не все стартовали Одновременно, хоть и это первый тур Чемпионата Украины Вообще-то, не знаю Вчера говорили, что старт Будет Семь часов Там, получается, со стадиона Оскол Там точка ноль Блин, как в этом ралли Все запутано Там же ж отстойники Так, вот еще один баги едет Интересно, это уже финиш или нет А, нет Интересно, как он поехал в сторону двуречной Или на стадион? Не поймешь Устал, как так? Почему же ты стоишь, а? Лучше бы у меня дорогу спросил Я бы сказал Куда ехать Я еще тот Иван Сусанин Вышел, блин Понюхал Запах со стойников Это фигня Надо подойти Пока я К тому багу шел Он уже уехал Причем я даже не увидел Куда Вот еще один Едет навстречу Я так посмотрел Их, походу, 20 Вот там вот На второй точке Ну, вы сами видели Ящерицы бегают под ногами Там вон сзади Слышна сирена Походу скорой помощи Кто-то, наверное, разбился Дай бог, чтобы Все обошлось Сколько их там человек? Раз, два, три, четыре, пять Сколько ж пыли поднимается Как я еще от этого не чихаю Причем Я вот Замечаю такой парадокс Но Вот на баге Почему-то Больше ездят девушек Чем мужчин Вон телевышка Купинская Купинская Хода Девятка Кому байбак Трофи А кому просто поездить А вот еще Кабель походу прокладывали Слышишь? Капель походу Ну вот хоть какая-то уже конкуренция Лучше бы тут по дюнам поездили На стадион можно вообще не приезжать Разве что только выпить пиво Ну и поесть шашлычок Или миску плова за 20 гривен Шурпы Или просто кулеша с салатиком Вот теперь думай Откуда будет ехать Баги Отсюда Или со стороны железной дороги Вот классно кстати цветут Дикие вишни И худот Вон свое худот тут Слышите? Вот не гонка А обычный Лексус Но все же Путшоты снял А вот дальше Черезнодорожная остановка Кулаговка Время не уже 5 часов вечера Наверное Все кому надо Уже на этом Участке Трассы Отъездили Деревья вон поспиливали Наверное С утра на вот этой трассе лежали Как он то Специально чтобы Участники троферейда выходили Все эти деревья Наверное Отодвигали в сторону Только куда они сейчас Подевались Это сложный вопрос Наверное Ждут завтрашнего дня А может я и ошибаюсь Сейчас посмотрим Как называется Эта река Огнылась Кстати Когда-то Этот мост Минировали Месяца 3 тому назад Получается Что-то его никто не охраняет Вот у нас Но зловой чугунный мост Через реку Оскол Охраняется очень даже хорошо Палатки стоят Постоянно Один человек с автоматом Дежурит в будке С другой стороны Палатки ЖД вагон А тут никто не охраняет Вот кто ревет Ха Квадрик Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отсюда отправляются маршрутки на Ковшаровку Сейчас вот иду пешком на Куриловку На Масаловские дома Но видео свое, пожалуй, я вот закончу грязной политикой Вам вот не кажется ли, что вот этот байбак Троферейд Проводится для того, чтобы у нас в Купинском и Дворчанском районе Кто-то добыл бы полезные ископаемые Кто не понимает, о чем я До конца досмотрите Вот это вот мое видео Я сегодня смотрел передачу и там рассказывали, что В принципе, я думал, уже забыли имя это Но во всем, что сейчас происходит в Украине Виноват кто? Правильно, Янукович Виктор Федорович Янукович На Януковича можно повесить все Хорошо, что он еще живой, потому что Если бы он был мертвый, то на него можно было повесить Еще больше Короче, смотрим Телеканал АйСи ТВ Пинчука, который при Януковиче чувствовался вот так вот Липень 2011 року С Майдана Незалежности урочисто стартуют международние автоперегоны Автогонки выезжают из Киева Я думаю, слушайте, а при чем тут, думаю, программа посвящена незаконной добыче янтаря Думаю, при чем тут гонки? Чем они хотят сказать? Дальше они говорят, что в одной из машин сидел младший Янукович Тот, который погиб уже За кормом якого сын тогдашнего президента Виктор Янукович молодший Эксперты стверджуют, так называемая семья Скористалась международными перегонами Аби организовать на полиссе грандиозную схему Нелегального выдобутку бурштину Остановите этот поезд на секундочку Таким образом, так называемая семья То есть Янукович и его окружение Организовали международные гонки Они ехали по Полесью там все для того, чтобы организовать незаконную добычу янтаря По всей видимости, у них были маленькие черпачки с собой Они так сразу же на ходу Возможно, черпали землю Проверяли, есть ли янтарь Какой смысл устраивать гонки международные Для того, чтобы организовать добычу янтаря Под выглядом трофи-рейдов Будувались эти вертлетные майданчики Звідки формувались уже певні канали, напрямки Из бута цього каменя Как это? Ну как это? Это международные соревнования И там ехали экологи, кстати Которые следили, чтобы они В Полесье не наследили Там даже переносили эти Эти гонки, там другой маршрут переносили Как это? Едут гоночные автомобили И что? Ну, Янукович младший Выпрыгивает и проверяет наличие янтаря Под землей Нахрена вы это тулите? Есть! То, что вся Ровенщина уже выкопала весь лес И уничтожила уже, ну, я утрирую весь Там еще есть, что уничтожать Но в этом виноваты кто? Янукович И российские спецслужбы Бриллианты, янтарь рулит Это Янукович виноват Смотрите-ка, статья 2006 года Про мотопомпы как раз таки Ну-ка, раньше янтарь добывали вручную А теперь мотопомпами Технология добычи изменена коренным образом 2006 год Какой Янукович? Окститесь, придурки При Януковиче Виктор Федорович Появилась техника добывающая Много техники Медиа экспертом себя называет Украв мою выдумку При этом выдумывает 2004 год Так, что там у нас? Ммм, 90-килограммовая помпа Странно Да, здесь что? Двое переносят мотопомпу от ямы к яме Так, какой у нас год? Эээ, 2006 Мотопомпы тоже при Януковиче появились, да? В 2006 Ну, в принципе, Янукович родился давно Они в 70-м могли появиться При Януковиче ж, да Краины агрессора Краину агрессора уже прикрепили уже к добыче янтаря Ну, к чему еще не прикрепили? Я не знаю просто Это все зомбируется Западные регионы зомбируются агрессором Им говорят Уничтожайте свои леса Они вообще не хотят этого делать Нет, у них работы вот столько Денег полно Он не при памяти, по-моему Какие луганские ребята появились вдруг на Полесье Что они там делают, эти луганские ребята? Алло Я больше не ж переконанный, что за этими диями есть люди из Краины агрессора России Краина агрессора, да Путин Путин руководит добычей янтаря Говори, говори прямо Вот при Януковиче, говорят они Был порядок, поскольку были смотрящие И как бы этот бизнесок шел Мы же не слышали тогда про буршты при Януковиче Ну, не было же такой проблемы Ну, кому-то, может быть, мухи в уши насрали Но на самом деле, конечно же, не было такой проблемы Да, никто не говорил Вот не говорили в 2012 году Видите, государство теряет миллионы гривен Вот не говорили в том же 2012 году Ну, это такое Подробность, видите, парламент объявил войну Нелегальные добычи, борьбу Зеркало недели Никто не говорил при Януковиче, нет Таемная подготовка до створения Полесьской псевдо-республики Розпочалась в литку 2011-го року Когда представники клану Януковича Накинули оком на низку заповедных территорий Янукович, будучи президентом Украины Решил создать на территории Украины Полесьскую республику Ну, что логично Ну, это все очень интересно Я думаю, что если бы там были угодья То, ну, во всяком случае Лес мог бы быть сохранен Но, кого вы там за Клименко Покажите Клименко еще раз А, вот это вот Клименко Ну, это он раньше Сейчас он выглядит вот так вот И волосы отросли, смотри-ка Смотри, одно лицо, можно сказать Знаете, тайна Клименко уже пора Уже пора просто делать фильм Целое расследование Тайна Клименко Может, Клименко это просто Бенджамин Баттон Он растет в обратной пропорции какой-то Может, скоро он уже писаться начнет И кричать А ему, знаете, такие друзья говорят Сашечка, тихо-тихо Клименко молодеет, смотрите И волосы, волосы растут Клименко, Арбузова и Якименко Киринка СБУ За словами местных, чтобы замасковать грандиозные работы У заповедной зоны клан Януковича влаштовывает грандиозные змагания позашляховиков через украинское полиссе Нет ничего лучше для маскировки, чем организовать международные соревнования, международные гонки, за которыми будет следить вся пресса и под это дело тихонечко там разрабатывать янтарь. Логично! Сплеск работ был бы спосередньо або до приезда участников трофейрейдов, або після их Вот смотрите, кто-то же его депутатом избрал, правильно? Потому что человек рассказывает, что всплеск работ по добыче янтаря нелегальной был или до гонок, или после их Ну а это, конечно же, свидетельствует о том, что гонки как раз-таки проведены для того, чтобы нелегально добывать янтарь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова